Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о бренде, который позиционирует свою косметику чуть ли не как самую стойкую, которая вообще есть на рынке. Бренд этот называется Jade Cosmetics, и у меня достаточно много всего, и все это я использовала в сегодняшнем макияже, все это буду демонстрировать на себе. Это израильский бренд, и вообще я достаточно случайно узнала о вот этой именно характеристике, что эта косметика предполагается как самая-самая стойкая. Вообще изначально меня просто привлек внешний вид этой косметики, и в процессе тестирования мне стало любопытно просто, как правильно произносится этот бренд. И я начала гуглить эту информацию, я зашла на их канал на ютубе, и там мне попалось несколько видео, которые просто взорвали мне мозг. Как я уже и сказала, это израильская косметика, и я вообще не была в курсе того, что оказывается во время шабата нельзя наносить косметику. И многие женщины, у кого запланированы какие-то социальные мероприятия, к примеру, на ту же субботу, многие женщины реально в пятницу, в обед наносят макияж, и смывают его уже потом, аж в субботу вечером, для того, чтобы не нарушать вот эти правила шабата. И вот на этом ютуб канале я как раз и попала на рассказ об вот этом вот всем, и там еще несколько девушек демонстрировали стойкость, то есть типа вот реально я там в пятницу в обед это до заката солнца еще нанесла, и вот сегодня суббота вечер, вот как это все на мне выглядит. Я вообще смотрела с такими просто вот такими вот глазами на это все, потому что я изначально эту косметику не тестировала с точки зрения, что это что-то супер-мега стойкое, ну по крайней мере мне такая стойкость, конечно, не нужна. Но в то же время меня это еще больше зацепило, и я еще более пристально начала приглядываться к этому бренду. И на этом давайте, наверное, переходить к порции с макияжем, где я буду это наносить, комментировать, и, конечно же, обо всем вам в деталях расскажу. И начать я хочу с очень большой находки внутри этого бренда, я бы даже сказала огромной, настолько мне нравится эта палетка теней. Называется эта палетка Velvetine Eyeshadow Palette, и я себе взяла вариацию под номером 49 The Spice Rack. Сама палеточка очень компактная, и посмотрите вообще на эту растяжку оттенков. Мне кажется, если бы я сама составляла для себя идеальную растяжку теней, вот она выглядела бы в точности так. Очень редко я могу встретить палетку, в которой вот каждый оттенок это идеально мой оттенок. Всегда бывает так, что, ну, что-то бы я заменила, что-то мне не нравится, чего-то не хватает. Здесь 4 матовых оттенка, и глаз сразу цепляется за вот этот, и создается общее впечатление, что палетка очень будет рыжая, теплая. Но нет, если вы не будете использовать его в растушевке, а возьмете, к примеру, только вот эти 3 оттенка, то макияж получится гораздо более нейтральным. Все равно он немножко будет тепловат, но не настолько нагло теплым, как если вы добавите вот этот терракотовый оттенок. Он, естественно, делает гораздо более рыжим макияж, но я это тоже люблю, когда есть возможность сделать и немножко более нейтральным, и в то же время более рыжим. Что мне еще нравится в этой палетке, это то, что здесь есть 2 оттенка, такие более нарядные. Это вот этот по центру, и вот этот бронзовый оттенок. Это настоящие полномасштабные такие металлики, которые выглядят именно как эффект фольги на веки. Также я обожаю просто хаки оттенки. Вот для моих зеленых глаз я всегда люблю использовать вот такого рода оттенки. Но помимо всего прочего, здесь есть еще вот эти 2 оттенка, которые идеально подходят для такого, ну скажем так, не сильно броского повседневного макияжа. И опять-таки, оттенки в этих текстурах, как по мне, идеальны, потому что это такое совсем светлое золото и оттенок шампанского. И в то же время, кажется, она такая маленькая, компактная, но по объему теней здесь нормальное количество. Это не то, что там за 10 макияжей вы протрете дырку в этих оттенках. Нет, естественно, вам их хватит, ну как и любой другой палетки. И качество здесь классное. Матовые оттенки классные, металлики классные. Все, просто тупо все в ней хорошо. И еще, знаете, что в ней хорошо? Это то, что вот эта растяжка, это ж не единственная растяжка внутри этой линейки. То есть, такие палетки есть разные. Есть холодные, есть серые, там, по-моему, есть более теплые. Короче говоря, каждый для себя может выбрать, что ему нравится. Ну, мне конкретно вот этот вот 49 номер, это прям мой идеал. Макияж глаз я еще не закончила, но я очень надеюсь, что потому, что я наносила на верхние века, вы могли воочию убедиться, что я не просто так сижу и расхваливаю эту палетку. Реально, оттенки классные, хорошо наносятся, легко растушевываются, все пигментированное. Между собой эти оттенки классно сочетаются. И, помимо всего прочего, вот этот металлический оттенок я наносила не влажным способом, а просто сухой кистью набрала и перенесла на века. И при этом настолько насыщенно и абсолютно неплешиво это переносится. Ладно, давайте, наверное, я ее сейчас отставлю в сторону, потому что создается впечатление, что Jade Cosmetics мне заплатили деньги, для того, чтобы я вам сейчас прорекламировала ее. И давайте, наверное, поговорим о следующем продукте. Я уже тоже нанесла его на лицо. И это пудра, которая называется Velveteen Hydrating and Perfecting Pressed Powder Duet. У меня это оттенок 20 Beige and Natural. И, насколько я понимаю, это, по-моему, самый светлый оттенок, который у них есть в линейке. И пудра, кстати, очень классно выглядит. Если все остальное у них упаковано вот в такой формат, то есть это глянцевая черная упаковка, то пудра эта с матовой вот такой вот бежевой крышечкой. Очень мне понравился ее внешний вид. Ну и, собственно, сама пудра выглядит вот так. Вот она состоит из двух оттенков. Но в то же время при смешивании, в принципе, это достаточно светлый оттенок. Он абсолютно на мне не темнит. Эта пудра меня не разочаровала, но в то же время, когда я выбирала ее в интернете, мне казалось, что это будет немножко другое. Потому что, когда смотришь на фотографию, вот просто в интернет-магазине, создается такое ощущение, что это должно быть что-то типа пудр Hourglass. То есть они на фото выглядят так, как будто они такие вот как слегка сияющие, что ли. Вот у меня сложилось именно такое впечатление. Когда по факту, вот ты ее открываешь, и она абсолютно матовой выглядит. Даже, я бы сказала, малейшего свечения нет. Она выглядит именно просто вот как матовая прессованная пудра. И именно, наверное, из-за того, что я себе вот такие вот ожидания построила, что это будет что-то типа Hourglass, возможно, на фоне этого случилось такое небольшое разочарование. Но, тем не менее, я ее вот сегодня наносила под глаза. Как по мне, она очень неплохо закрепляет консилер под глазами, не сушит зону под глазами. Работает приблизительно так же, как и моя любимая пудра от Laura Mercier Translucent. Но вот это в то же время немножко, наверное, удобнее, потому что это прессованный продукт. Не надо ничего там никуда высыпать, набирать. Ну, короче говоря, это немножко удобнее просто. Если использовать ее вот как вуаль по всему лицу, очень неплохо, тоненьким слоем она выглядит. В общем-то, пудра мне это понравилось. Единственное, если вам тоже по фото казалось, что это что-то будет более сияющее, то нет, сразу знайте, что это ближе к обычной такой вот матовой текстуре. Но что касается стойкости всего, то мы с вами обязательно в конце дня посмотрим, как будет выглядеть и зона под глазами, и вообще в целом мой макияж. Ну, а сейчас все, что мне осталось с глазами, это закончить макияж на нижнем веке. Я сейчас вот как раз этим и займусь, и уже покажу вам финальный результат, что у меня получилось. С глазами я закончила, и давайте, наверное, на этом все-таки закончим, и теперь перейдем к лицу. Для лица у меня есть тональная основа от Jade Cosmetics, которая называется Idyllic Moisture Rich Longwear Foundation. Я себе взяла оттенок 300 Warm Ivory. Как и все в этом бренде, в первую очередь это позиционируется как что-то очень стойкое. Здесь также есть SPF 30. Сделана эта тональная основа в Италии, с раугонностью у нее 12 месяцев после открытия. И по объему здесь стандартные 30 мл. Сама упаковка выглядит очень достойно. Это такое матовое стекло с помпой. Эта тональная основа имеет достаточно стандартную, такую кремовую консистенцию. Как видите, она немножко подтекает. И давайте в процессе нанесения я сейчас буду комментировать этот тон. А первое, что хочу прокомментировать, это то, что оттенок для меня темноват. И если я не ошибаюсь, это был самый светлый оттенок из доступных, ну по крайней мере внатина. И он достаточно для меня темный. То есть мне его нужно будет обязательно спускать еще на шею и растушевывать так, чтобы скрыть тот момент, что я не настолько загорелая и не настолько у меня красивый оттенок кожи, как вот тот, который бы был бы, если бы он у меня был вот таким, как под этот оттенок тона. Что касается самой тональной основы, вы знаете, я всегда руководствуюсь описанием. И по описанию это стойкая, но в то же время очень хорошо увлажняющая тональная основа. И я себе всегда, когда слышу такое описание, я себе представляю что-то более тоненькое, что-то более светящееся и что-то, наверное, не настолько тяжелое, как по факту оказался этот тон. Для меня это все-таки немножко тяжеловатая текстура. То есть даже с учетом того, что я использую немного и стараюсь растягивать это тоненькой, такой вот пленочкой по всему лицу, все равно я ощущаю, что этот тон тяжеловат для меня. Он и ощущается тяжеловато на лице и выглядит тоже тяжеловато. Вот невооруженным взглядом будет сразу заметно, что вы накрашены. Что касается его покрытия, то, как по мне, оно очень достойное. Это приблизительно среднее, среднее плюс. Финиш у этого тона, я бы сказала, натуральный. То есть он и не сияющий, и не матирующий. Матирующий, вот очень похоже на естественное состояние кожи. Я бы не сказала, что этот тон выделяется тем, что он как-то особенно хорошо сглаживает текстуру лица. С одной стороны, и не подчеркивает, да, то есть нет такого, что какие-то зоны у меня сейчас более рельефные или шершавые какие-то на вид. Но в то же время не могу сказать, что и сильно разглаживающие, как, например, там силиконовые тональные основы, которые, знаете, и поры прям так хорошо заполняют, и вообще все лицо выглаживают. Вот это скорее повторяет текстуру вашей кожи. И что еще мне не очень понравилось, это то, что она западает в морщины, трескается там и, в принципе, их подчеркивает. То есть на протяжении дня мне нужно постоянно ее поправлять и за какими-то отдельными местами следить. Поэтому, учитывая тот факт, что бренд, в принципе, себя позиционирует как суперстойкий, который там, ну, больше суток должен держаться на лице, то я не могу сказать, что это прям самый классный вариант, который есть на рынке. Потому что, мне кажется, если бы сейчас был обед пятницы, а смывала бы я это в субботу вечером, то макияж мой выглядел бы отвратительно просто. Я имею в виду макияж лица. Я, конечно, никогда не проверяла настолько долго, да и, в принципе, для меня лечь спать в тоне это что-то очень противное, поэтому и нет у меня желания настолько сильно проверять. Но даже вот посмотрев на то, как выглядит этот тон в конце сегодняшнего дня, то уже можно сделать выводы, что это как бы, ну, не самая лучшая стойкость. По крайней мере, это мое мнение. Вот на моем лице это так работает. Можно, кстати, ради эксперимента сейчас попробовать закрепить вот эти вот места проблемные с помощью вот этой вот пудры и тоже потом в конце дня посмотреть, помогло это как-то или нет. И вот вы знаете, пудра вот эта гораздо более разглаживающая, чем тон. Я вот сейчас нанесла на центр лица ее и лицо гораздо более заблюренным выглядит, чем просто после нанесения тона. Следующее, что я буду использовать, это палетка для лица. Называется она Velvetine Blush and Shimmer Duet и я себе взяла номер 22 Bronze and Glow. Вы знаете, как только я ее открыла, мне это напомнило контурирующие палетки от Tom Ford. Вот знаете, прям повеяло чем-то Tom Ford'овским таким вот чисто внешне, если на нее посмотреть. У Jade Cosmetics это не единственный оттенок, там достаточно большая растяжка оттенков, там прям вот до очень глубоко бронзовых и таких достаточно темных хайлайтовых оттенков до вот этого. Вот это, по-моему, самые светлые в линейке. Что касается оттенков, то первый раз, когда я пользовалась вот этим вот бронзером, мне показалось, что он слишком какой-то красновато... красновато-бронзовый, вот не совсем то, что я люблю, казалось бы. Но я как-то снимала видео, я вот, честно говоря, забыла, какое это было видео, по-моему, топ-10 косметики, вот там на мне вот этот вот бронзер и этот хайлайтер. И я когда монтировала это видео, я прям сидела и пыталась вспомнить, что я наносила на скулы, потому что мне очень понравилось, как это вот со стороны выглядит. Хоть это и действительно более красноватый оттенок, но как-то в финальном варианте, когда все растушевано, нанесено и уже вот сидит у меня на лице, мне реально нравится этот результат. Что же касается хайлайтера, хайлайтер здесь классный. Он выглядит, как будто он будет достаточно темным в палетке, то есть такое впечатление, что для моего по крайней мере оттенка кожи надо быть что-то посветлее, но на самом деле переносится на кожу, он очень красиво и тоже это достаточно яркий хайлайтер, он такой металлический, вы его заметите на своем лице, но заметите не в плане того, что это полоса или текстура какая-то будет у вас, а именно просто это такая яркость металлическая. Единственное, что в этой палетке немножко напрягает, это то, что достаточно пыльный этот продукт, то есть начинаешь его набирать на кисть и потом вот прям все здесь вокруг летает и все уделано потом в эту пудру. И, кстати, когда смотришь в упаковку на этот бронзер, то кажется, что это металлическая текстура, но нет, на лицо, как видите, переносится это очень натурально, не матово, но натурально. И я не буду сейчас сверху румяна добавлять и смешивать оттенки, я хочу, чтобы вы потом, когда вы будете смотреть при дневном освещении, чтобы вы могли оценить реальные оттенки, а не смешанные уже с румянами. Ну, в общем-то, как видите, я нанесла, мне очень нравится этот результат, буду с удовольствием пользоваться этой палеткой дальше. Единственное, сейчас вот вы можете очень хорошо посмотреть, насколько она пыльная, вот то, о чем я говорила, после каждого использования она выглядит приблизительно вот так вот. И для завершения сегодняшнего макияжа мне осталось только нанести помаду. Я, честно говоря, растерялась немножко среди множества помад, которые представлены в этом бренде. Там есть и разные оттенки, и разные линейки, и разный финиш, и разная стойкость. Там у них в том числе есть и жидкая матовая помада, которую, судя по всему, реально ничем не содрать. Больше суток может продержаться на ваших губах. Я, конечно, таким экстримом не хотела заниматься, и я взяла то, что показалось мне более безопасным, может быть, и гораздо более комфортным. В общем-то, я взяла себе помаду из линейки True Color Satin Lipstick, и оттенок я взяла 235 Golden Whisper. Что касается ее качества, и как она ощущается на губах, то она достаточно приятная. Это действительно такая классическая сатиновая помада. Не могу сказать, что она сильно кремовая, и уж вообще она, конечно же, ни разу не матовая. При нанесении она скорее такая гелевая, и даже немножко скользкая на губах, но при этом ощущается достаточно приятно, а сильно феноменальной стойкости речи, конечно же, быть не может. Это обычная помада, как только вы начнете кушать или что-то пить, естественно, она будет и отпечатываться везде, и потихоньку уходить с ваших губ. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, не забудьте поставить ему палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот, и также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео, если вы их не смотрели, обязательно посмотрите, а если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.